В понедельник 4 марта в 9.30 утра глава Жирновского муниципального района Александр Шевченко начал разговор с своими подчиненными о проделанной ими работе за неделю. К сожалению, сказал Александр Федорович, на заседании областной контрольно-счетной палаты не удалось отстоять ряд направлений, по которым в работе районной администрации были выявлены нарушения. Их устранение повлечет за собой в том числе и так называемые непопулярные меры экономического и кадрового характера в сфере образования, культуры и средствах массовой информации. Председатель комитета по бюджету и финансам Надежда Николаева с долей оптимизма сообщила, что потихоньку пошли платежи, но не так, как хотелось бы. Начало года всегда тяжелое в финансовом плане, заметила она. Паводок. Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Николай Коротков осторожничал с прогнозом, но считает, что все обойдется. Тем не менее, подготовка идет. На заседании противопаводкой комиссии 5 марта этот вопрос был обсужден предметно. Глава же района в этой связи озвучил и вот такую информацию. Планируется же вторая очередь газопровод, вторая нитка. Ну и по всем требованиям, согласовали, чтобы вокруг Ленева была объездная дорога. Объездная дорога, она как раз должна проходить в районе плотины Леневского бывшего пруда. Ну и поэтому тот лишний грунт, который будет извлекаться, он должен весь уходить на эту плотину. И может быть мы таким образом за счет газовиков попробуем еще и пруд сделать в Леневом. Недавно назначенная на должность начальника отдела по делам молодежи Екатерина Степченкова сообщила о планах правительства Волгоградской области по организации летнего отдыха детей в 2013 году и перспективах участия в этой программе администрации Жирновского муниципального района. Эта инициатива обойдется Жирновскому району в 5% или 105 тысяч рублей на условиях софинансирования. Об утвержденных сроках единого государственного экзамена в 2013 году сообщила Светлана Мызникова, представитель комитета по образованию. Причем теперь задание по экзамену можно будет получить накануне, а не в ночь, как это было до того. Об организации культурно-массовой работы в районе рассказала Татьяна Бачкова, начальника отдела по культуре. Впереди мероприятия, посвященные Международному женскому дню, Масленице, Дню работника культуры. И что особенно важно, подчеркнула Татьяна Анатольевна, Жирновский район в областной эстафете, посвященной 70-летию победы в Сталинградской битве, будет завершать этот патриотический марафон. 9 апреля здесь у нас в районе, принимаем от Даниловского района, по всем оно уже пройдет. Мы заключительный этап и 11 мая лучшие творческие коллективы во главе с главой и, наверное, будут приглашены представители ТОСов, которые едут на Мамаев курган большой делегации, везем эту заключительную эстафету и там заключительный этап. Пользуясь случаем, что сегодня присутствуют на планерке у нас главы поселения, весна пришла, несмотря на то, что зима не хочет уступать, начинаются общественные работы. О так называемом сезоне общественных работ и имеющихся вакансиях в центре занятости населения напомнила Галина Татаринова, руководитель этого учреждения. Однако инициативу в этом вопросе проявили только две администрации – Жирновская и Александровская. Достаточно тревожную статистику роста простудных заболеваний привела Людмила Курилева, заместитель главного врача ЦРБ, особо обратив внимание на осложнения. Александр Назаренко, глава Жирновского городского поселения, вновь заметил, что расчеты предприятий жилищно-коммунального хозяйства за тепло не успевают за ростом цен на газ и электроэнергию. Эти долги на сегодня составляют 20 миллионов 840 тысяч рублей. Александр Васильевич рассказал о планах городской администрации по подготовке и празднованию 55-й годовщины образования города Жирновска. Он пригласил всех присутствующих также с 16 марта в 10.30 утра на проводы русской зимы. О ходе постановки на первичный учет допризывной молодежи доложил начальник отдела военного комиссариата Виктор Кукуев. О спортивных успехах, прошедших в выходные дни на свежем воздухе и в залах соревнованиях, похвалился Валерий Камынин, начальник отдела по физкультуре и спорту. На этом аппаратная планерка завершила свою работу. Михаил Сафронов, Жирновское телерадио. Михаил Сафронов, Жирновское телерадио.